Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Смогилова. И сегодня у меня будет видео о моих покупках с Алиэкспресс. Очень хорошие, очень долгие мои долгожданные покупочки. Я очень долго их ждала. И давайте я вам все покажу. Здесь у меня как бы две сферы моей любви, моего хобби. Это косметика, парфюмерия и угод за собой. И вторая сфера, это то, во что я влюбилась в последнее время. Это заполнение ежедневников, это доки-буки, всевозможные блокноты. То есть, эта тема у меня прям полностью с головой погрузила в себя. И я заказала себе, естественно, тоже доки-бук. И сегодня с вами этим поделюсь. Почему? Потому что мне ужасно хочется уже свой блокнотик, свой ежедневник переделать. Уже поставить закладки, разделители. То есть, взять уже новый ежедневник в свои руки, начать им пользоваться. И поэтому быстрее и быстрее хочется это видео снять. И первое, что я вам покажу, это кисти. Я заказывала одну кисть большую и один наборчик кистей. Сейчас о них вам расскажу. Кстати, сразу вам скажу, что все ссылочки на все товары будут внизу в инфобоксе. Надеюсь, что я все найду и все там оставлю. Первое, что я вам покажу, это вот такая вот кисть. Она для пудры. Она очень хорошего размера по сравнению с теми другими кистями, которые я вам покажу потом. То есть, такая полноценная такой размер. Я ей уже попользовалась. Мыть я ее не стала. Решила вам показать так, как она есть. Она для пудры. Но не скажу, что я на 100% ей довольна. Почему? Потому что она плохо забита. То есть, вот я на нее нажимаю. Посмотрите, да, и она вся вот так вот расползается. То есть, плохо забита. Соответственно, когда на лицо, ну, пытаешься там что-то нанести, она просто вот так вот вся двигается. То есть, по мне, это немножко не то качество, которое я ожидала. То есть, даже если я вам сейчас покажу, не помню, где эту кисть брала. Я сейчас ей наношу румяну. Вот она такая розовенькая вся. То есть, она очень плотно набитая. То есть, даже сразу видно, при нажатии она практически не двигается. Здесь же просто вот она вся расползается в разные стороны. Ну, пользоваться, наверное, буду. Но, как я уже сказала, немножко я все-таки этим фактом разочарована. И второй наборчик пришел в таком вот конвертике. Внутри конвертика пленочка вот эта вот слопающаяся пузырьками. То есть, в принципе, все дошло нормально. Но кисточки оказались очень маленькие. Причем я знала, что очень многие кисточки маленькие. Сейчас я вам для сравнения, да, вот так вот покажу. То есть, смотрите, какой размер у этих кисточек. И какая кисть вот эта. Я знала, что очень часто попадаются вот такие вот кисти маленького размера. И вроде бы я смотрела как раз так, чтобы мне такие кисти не попались. Но я просто была, честно говоря, в шоке, что оказалось, что она не у меня такого размера. Они здесь в пакетике. Каждая кисть упакована еще отдельно в индивидуальный пакетик. И я их не скрывала. Я ждала как раз таки, когда буду снимать видео. Давайте сейчас посмотрим. Мне сейчас очень интересна набивка. Ну, набивка у них средняя. Я бы не сказала, конечно, что они совсем очень плотно набиты, но при этом и не очень слабо. Вот такой вот. То есть, давайте вот так вот попробуем для того, чтобы вы поняли, какой размер у кисточки. Посмотрим. Буду пробовать. Буду тестировать. Ну, в принципе, качество и ворс мне нравится. Ничего вроде бы не вылезает. Но вот, говорю, размер меня, конечно, поразил. Кисти сами по себе очень такие симпатичные. Здесь вот под золото сделано, пластиковая ручка. И здесь очень много частей. Извините за шум. Сейчас из пакетика я их все достану. Вот брала я, в принципе, у меня есть кисти для глаз. Брала я вот для таких больших кистей, чтобы под тональную основу, чтобы под пудру, под нанесение, возможно, корректора под глазки. Но вот, как видите, оказалось, что они сами по себе очень маленькие. Соответственно, они и ворс у них тоже такой небольшой, я бы сказала. Ну, посмотрим. Посмотрим, как они будут. Причем, посмотрите, да. Кисти для глаз, они еще такого приемлемого размера. Если же мы возьмем кисти просто для лица, то вообще разница, конечно, большая. Почему так сделано, непонятно. Но, возможно, получится, что ими пользоваться намного даже удобнее, чем кистями большими. Так, ну и дальше. Здесь мы с кистями, с кисточками закончили. И дальше я вам покажу болезнь свою последних, наверное, месяцев-двух. Это всевозможные ежедневники. Получилось так, что кончился мой ежедневник, который я вела. Я задачу с тем, чтобы завести новый. И вот очень стала голову ломать, какой же мне лучше, какой же мне подойдет. И, соответственно, вот в эту тему погрузилась оттуда. И прям полностью вся заболела. Постоянно смотрю всевозможные видео. Думаю, продумываю, какие у меня будут разделы в моем ежедневнике. И, в общем, на фоне этого я заказала. Давайте начнем с самого тогда большого. Я заказала сам ежедневник. Кстати, у меня в планах снять видео о моем ежедневнике. О моих, вернее, старых ежедневниках, которые я сейчас веду и которым я недавно кончился. И потом, когда я уже новый, вот сейчас видео сниму, заполню весь новый ежедневник. И потом сниму видео о том, какой у меня новый ежедневник. Все пришло вот в таком пакетике. Тоже с этой пленочкой. То есть, в принципе, хорошо все было упаковано. Дальше коробочка. Коробочка очень красивая. Max Pro. New Design написано. Но единственное, что она немножко, конечно, поймялась в процессе транспортировки. Но, я думаю, даже это будет очень хороший подарок любителям канцелярии. То есть, ну, достойно все упаковано. Давайте мы вскроем. И там вы увидите любовь моих последних месяцев. Вот он. Вот он, красавчик. Я просто, я... Вы не поверите. Я первую жизнь ждала, во-первых, так посылку с Алиэкспресс. Второй момент. Я, когда ее забрала и все-таки остановилась, я открыла ее, потому что не смогла удержаться до вечера. Я просто визжала. Я так была счастлива, я так была рада. То есть, это вот именно то, когда ты ищешь, да, какой-то свой товар, да, свой продукт. И при этом находишь, покупаешь, очень-очень ждешь. И потом она к тебе приходит. И я просто была счастлива. Давайте я его быстренько покажу. То есть, в принципе, он предполагался абсолютно пустым. Цвет такой мятный, очень красивый цвет. Вот сейчас, кстати, увидела только, что он немножко вот там, где как раз-таки коробочка была помята, он немножко помялся. Ну, я думаю, это не критично, по крайней мере, у меня сильно это не портит настроение. Закрывается он на магнит, что мне, в принципе, тоже очень хотелось, именно не на заклепку, а на магнит. Магнит такой довольно плотный, довольно хороший, думаю, хорошо будет держать. И давайте его откроем. И все, что вы внутри видите, это, в принципе, все, что было в этом комплекте. То есть, я заказывала, как, по крайней мере, я думала, я заказываю только, ну, самообложечку. Остальное, видимо, либо в подарок, либо, может быть, оно предполагалось, но я уже не смотрела. Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, да, блокнот на кольцах, на шести кольцах. Все наши российские блокноты такого типа, они все на четырех кольцах, что, в принципе, не очень удобно, потому что получилось так, что некоторое время назад я заказала разделители, календарь в ежедневник, и они просто не подошли под мои четыре кольца. Поэтому они у меня очень долгое время лежали, но сейчас я вам тоже сегодня их покажу, для того, чтобы напомнить, в принципе, чтобы вы поняли, как и из чего у меня будет состоять мой ежедневник. То есть, здесь шесть колец открывается, так очень легко, закрывается пальчиками. Вот здесь внизу немножко не сходятся кольца, но это тоже очень некритично, на мой взгляд. Дальше здесь имеется большой кармашек. Наклеечки, я так думаю, положил мне все-таки продавец в подарок, вот такие две одинаковые, да, со смайликами. Дальше здесь вот такой, это, наверное, стикеры, да, такие стикеры с лягушечкой тоже были в подарок. И был в подарок вот такой блокнотик, вот с такими листочками и вот с таким мальчиком на обложке. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, пять кармашков небольших. Они довольно глубокие, потому что где-то я видела, что кармашки бывают очень-очень неглубокие. Вот этот, кстати, неглубокий, для того, чтобы давайте посмотреть. Вот, да, максимум, а вот этот уже поглубже. Кармашки, здесь тоже кармашек. Сзади у него тоже есть один большой карман и сверху карман, куда тоже можно листочки вставлять. Здесь имеется вот такая резиночка для, не видно, да, показываю. Здесь имеется вот такая вот резиночка для ручек и вот здесь еще одна резиночка тоже для ручек. То есть ручки можно положить две, что, в принципе, для меня очень удобно, потому что я с собой ношу обычно синюю ручку и красную, да, для того, чтобы как-то, не люблю, конечно, честно говоря, пока, по крайней мере, не люблю много наклейчик, но каких-то там разукрашек, ну, чтобы он не был таким цветным, но вот ручки использую в заполнении же теми как раз дверь, красную и синюю, и поэтому мне этот момент очень-очень удобный. И внутри шел вот такой вот еще файлик для карточек. Ну, вот сейчас я вам покажу. Так, ну, вот такой вот, да, здесь можно какие-то карточки положить, здесь можно, ну, все, что угодно, мне кажется, какие-то закладочки, все, что вы хотите, здесь можно все это положить. Вот, вот такая вот прелесть. Прелесть – это моя любовь прям последних дней, и я безумно хочу начать его заполнять, и как только-только я все там заполню, все поставлю, все разделители, все бумажечки, я обязательно с ним увидю и вам это все покажу. Ну, и к нему я купила, конечно же, разделители. Тоже пришел вот такой тоненький пакетик. Вот такая бумажка, тут еще конверт. Так, и давайте посмотрим. Значит, заказывала я все это у одного продавца, и вот он мне все это прислал. Так, я сейчас подразумеваю почему-то… А, нет, 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 все правильно. Значит, смотрите, вот такие разделители. Сейчас я открою вам, покажу. И в подарок он мне прислал вот такие слова. Наклички в виде слов, да, здесь времена года, месяца, дни. Ну, и тут для закладочек, видимо, ноут заметки, одесс, тудей. То есть очень интересно, наверное, буду использовать. Так, давайте я их вскрою. Так, так, так. И вам покажу. Вот он, листочек с наклеечками. Вот с такими наклеечки. И дальше разделители. Такой. Их здесь пять штук. Очень они мне понравились. Понравились мне еще на Алиэкспресс с золотым тиснением, но почему-то не было их размеров. Опять были только размеры А6. То есть, и они картонные. С обратной стороны видно, да, что они картонные. И я подумала, что я их сразу заламинирую. Почему? Потому что я боюсь, что все-таки уголочки будут мяться. Так что вот эти сами разделения, они могут поняться в процессе использования, так как у меня ежедневник, это все-таки такая будет рабочая лошадка, потому что я его завожу прежде всего для работы. И я их обязательно заламинирую. И они у меня будут служить очень-очень долго из-за этого. Вот такая красота. Дальше я заказала календарь на 2018 год. Вот такой я сделала, заказала. У меня предыдущий на 2017 был такой черно-белый, чисто. Здесь немножко я захотела с цветными вставками и заказала вот такой. Открывать не буду. В принципе, толстый пластик. Все, наверное, так видно. Дальше, во что я тоже влюбилась, это разделители-кармашки. Сейчас открою, что запасована. Так, тоже они сделаны из пластика. Я пока, кстати, думала, как их можно заламинировать. Но не знаю, получится, нет. Здесь находится вот такой вот кармашек, куда можно положить все, что угодно. Тоже очень красивый. И, по крайней мере, я очень пыталась подобрать, чтобы они все-таки были в одной цветовой гамме, чтобы они у меня были, ну, как бы из одной коллекции. И второй такой же. Это вот тоже здесь вот кармашек. Открывать не буду, чтобы сэкономить время. Ну, наверное, видно. И также у этого продавца я заказала стикеры. Вот такие. Я захотела их именно заказать уже с колечками, чтобы никуда не клеить, чтобы можно было просто вставить в свой ежедневник и уже активно пользоваться. Очень разноцветные. То есть такие прям яркие, красивые цвета. Они склеены вот здесь по одной стороне. Честно говоря, я не проверяла еще их качество, но они мне очень-очень-очень нравятся. Вот такая красота. И сейчас последнее, что я вам покажу, то, что я купила уже давным-давно. И, как я уже сказала, они не подошли, эти разделители в мой блокнот с четырьмя кольцами в российский. Поэтому они ждали своего часа. И вот они дождались. И я им буду активно-активно пользоваться. Это такая линейка, которая, в принципе, присутствует, по-моему, в каждом ежедневнике на кольца. Очень удобная. И будет помогать находить нужную страничку. Дальше. Вот он календарь на 2017 год. Вот так вот сделаю, чтобы вам было лучше видно. На 2017 год, как я уже сказала, он был чисто черно-белый. То есть именно на 2018 я уже заказала немножко такой цветной. Дальше простой, вот такой вот плотный разделитель. Его я поставлю, скорее всего, в самый конец блокнота, потому что очень часто слышу, что если не поставить никакой разделитель в конце, вот такой плотный, то ли точки будут загибаться. Поэтому он у меня будет стоять сзади. И также вот такой вот конвертик на замочке, куда будут вкладывать, наверное, всевозможные конвертики. Ну вот, в общем, вот такая вот прелесть. Это мой прошлый заказ, напомню, тот, который ждал своей очереди. Ну что, друзья, на этом, наверное, мои покупки с Алиэкспресс подошли к концу. Я очень рада, что я для вас это видео сняла. Я очень рада, счастлива, что наконец-то я сейчас все это выложу, начну уже заполнять свой любимый ежедневник, начну всем этим пользоваться. Я надеюсь, что вам было интересно. Напомню вам, что все ссылочки внизу будут в инфобоксе. Если понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok